Геннадий Владимирович, не могу не начать, наверное, с бегства, иначе это не назовешь Пригожина из-под Бахмута. Мы понимаем, что прекрасно, что на самом деле он бежит оттуда, поджав хвост, но Путин же его пытался подстраховать, подстелить соломки. На сайте Кремля поблагодарил за взятие Бахмута, назвал это героической борьбой и бла-бла-бла. Но Пригожин, вместо того, чтобы воспользоваться этим и уйти более-менее как герой, он этот свой хвост распушил, дал интервью, в котором наговорил, ну там всем сестрам по серьгам досталось, в том числе и Путину опосредованно, он, в общем, наделал много шума, и мне кажется, это только ухудшило его положение. Мне вспомнили сразу ваши слова, вы неоднократно в интервью и мне говорили о том, что Кремль давно готовит для Пригожина операцию под названием «Пал смертью храбрых». Вот как вам кажется, он этим своими словами набалаболил уже на реализацию этой операции, или он все еще верит, что ему удастся избежать ликвидации? Мне кажется, он до конца сейчас не понимает ситуации. Мне кажется, что он еще думает, что он еще вхож к Путину, что раз Путин его поздравил. Хотя на самом деле все боятся поздравлений Путина, потому что вручение каких-то наград, медалей, званий, поздравлений, как правило, наоборот, производит другой эффект, и, в общем-то, это черная метка. Поэтому я не исключаю, что поздравление Пригожина Путиным, это, так сказать, черная метка, о которой он должен был задуматься. И вообще ему в Москву возвращаться опасно. Ну, вообще в Россию. Да, конечно, безусловно, операция «Пал смертью храбрых на поле боя», она самая лучшая для Кремля. Но так как он не захотел пасть смертью храбрых на поле боя, то я не исключаю, что с ним что-то случится. Ну, например, будет спасать, как министр по чрезвычайным ситуациям будет спасать жизнь оператора, и вместе с ним упадет в пропасть. Ну, и еще какое-нибудь там невероятное событие, которое проявит его геройский характер, и его наградят посмертно. Конечно, он чудовищно рискует. Я думаю, что он это прекрасно понимает. Может быть, подчеркиваю, может быть, он договорился все-таки о встрече с Путиным, хоть слухи якобы тот решил его принять и выслушать, но опять ни о чем не говорит. Путин лицемер, ханжа, человек, которому нельзя верить. Да, конечно, у Путина есть вот это чувство корпоративности. Это у него есть. Я это слышал от многих его придворных, от многих людей, хожих к Путину. Но мне кажется, что сейчас Путин даже последние человеческие качества себе выжег. Вот я разговаривал с теми, кто вхож в большую питерскую семью. Еще в 19-20-м году мне говорили, Гена, ты знаешь, Путин не стал каким-то таким кровожадным тираном, который даже своих уничтожает. Он все-таки считает себя главой большой этой питерской семьи, типа питерской мафии. И он, вроде бы, каждому достойное место свое сохраняет. Я не знаю, что за это прыгает. Конечно, Путин сильно изменился, война на все меняет, все акценты. Поэтому Ява на месте Пригожина не рисковал так сильно. Ну, может быть, он уже от отчаяния, не знает, куда деваться, что там пал смертью храбрых на поле боя. Что здесь он рискует. Может быть, он подумает, что его там потянут на какой-то открытый судебный процесс. И там он покажет свою удаль молодецкую, в кавычках. И тогда все скажут, что это же герой. Настоящий герой. Потому что там бадловатников в России хватает до сих пор. Хотя, вот мы тут совсем недавно на парижской нашей встрече мы тут сформировали российский демократический клуб Парижа во Франции. Мы вчера говорили как раз о том проценте людей, которые поддерживают Путина. И вот все те, кто знает Россию, как бы, так сказать, не понаслышке, они считают, что больше 20% Путина поддерживает, реальной поддержки войны. Его политики агрессивной нет. Но, тем не менее, это очень большая цифра, 20%, которые топят за войну, поддерживают Путина, верят в пропаганде. Большой процент, это есть, мы берем на взрослое население, ну это 22-25 миллионов человек, это серьезно. Поэтому я думаю, что, конечно, Пригожин сейчас перехватил у Путина пальму перенства по влиянию на эту аудиторию. А насколько быстро режиму и Путину нужно избавиться от Пригожина? Если он будет ежедневно раздавать подобные деньги. То есть этих 20% не останется, да? Чем быстрее, тем лучше. Но они не могут от него избавиться каким-то таким приличным способом. Почему? Потому что тогда он становится иконой. А икона зачастую опаснее, чем сам человек. Ну, давайте вспомним, Христа замучили, появилась великая религия, да? А не замучили бы, может, там и все обошлось, чем какими-то другими, там, менее значимыми историческими событиями. Вот, поэтому иконой бывает страшнее оригинала. Я имею с точки зрения влияния, пропаганды, воздействия на умы и так далее. Я думаю, что они не хотят из Пригожина делать икону. К чему я так полагаю, что смертью храбрых пал на поле боя. Самая лучшая для них версия. Но он не пал. Как мы видим, если вы... Я, вы знаете, мне сейчас рассказывают те новости, которые я упустил, ввиду там вот, вот этой конференции, большой вчера, целый день Страндонович сегодня, не все успел посмотреть. Поэтому мне сообщили новость, что он там уехал в Москву там со своими этими бандитами. Ну, вот если он действительно это сделал, я сейчас не берусь судить о достоверности этой информации. Если он действительно сделал, он, конечно, положил голову в пасть крокодила. И вот тут уже дальше все зависит от того, когда крокодил захочет его съесть. Сразу немножко подождет. У Кремля есть еще шанс обеспечить ему вот этот вариант пасть смертью храбрых. Как он может, например, на границе Белгородской области? Куда его могут послать там разбираться с этими днями открытых дверей? Ну, гипотетически, да. Но он же не совсем дурак. Он же не может не понимать, что его куда-то непонятное место посылает. Непонятно зачем и чего его там ждет. А не ловушка лет. Первые мысли, которые возникают у маломальским, осторожным человеком, которого понимают, что его жизнь грозит опасностью. Не знаю я. Я думаю, что он может отказаться от этой почетной миссии, разбираться там, что в Белгородской области, когда они объявляют двери открытых дверей, и насколько широко открыты эти двери. Посмотрим. Посмотрим. В общем, нас ждет какая-то драматическая развязка всего этого спектакля. Хорошо. Встретимся, обсудим. Будем наблюдать. Хотя, вы знаете, если честно, за этим персонажем и наблюдать-то противно, но, к сожалению, приходится его обсуждать. Знаете, мы вчера тоже сидели на конференции, в том числе там были люди, очень тесно связанные с Украиной. Они говорят, конечно, пригоржен сволочь. Но сейчас он играет очень важную роль по расколу армии, по расколу путинских элитов. И хотелось бы его грохнуть, с одной стороны, а с другой стороны хочется, чтобы он еще много-много-много Путина навредил. И вот какой тут мотив победить, я не знаю. Я бы, например, дал ему сейчас покоролесить и подеморализовывать армию, вообще всю эту путинскую военную элиту, чтобы им там не казалось, так сказать, ситуацией медом. Вы знаете, он в этом интервью посылал очень много сигналов Западу. Это интервью вообще можно назвать там, знаете, элитом вынести. Я готов договариваться. Посылал он эти сигналы и Западу, и Украине. А возможен для него такой вариант, что Запад на него может поставить, сохранить ему, гарантировать жизнь, но использовать его как переходного какого-то лидера для прекращения войны. Нет, вот тут я сразу вам говорю, что может, что нельзя. Любой, кто сдаст Путина в ГАГу, получает индульгенцию. Любой. Даже если он в крови три раза покорит. Вот вы поймите правильно, что риски настолько высоки сейчас, ставки настолько высоки, что любой, кто Путина привезет в ГАГу, я так условно говорю. В любом качестве, в любом мире. Будет прощен. Любой. Но Пригожин для такой роли мелковат. Мелковат, да. Возможно, его устами передавал кто-то другой, более важный. Возможно, его просто использует какая-то группа лиц, заинтересованных в таком финале. Почему нет? Я не знаю. Мы с вами этого сейчас не узнаем. Это можем гадать. По каким-то признакам. Но по каким-то признакам и Путин уже не должен был бы жить на этом свете. А он живет. Поэтому признаки признаками. Но хотелось бы фактов. А фактов пока у нас с вами нет. Есть только предположения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok